Второй год аэропорт Ленска работает в новом статусе филиала предприятия аэропорта Севера. Повлияло ли это на количество рейсов и пассажиров и что ждет коллектив в перспективе? Ответы на эти вопросы получили наши коллеги в Ленске. Чего было больше? Плюсов или минусов в выводе Ленского аэропорта из состава компании «Алроса» покажет время. Пока можно констатировать, что в течение года предприятие сохранило основной костя коллектива и научилось работать в новых условиях в составе аэропорта Севера. Хотя в целом 2016 год мы отработали успешно, показатели наши не ниже, чем в 2015 году. По количеству самолетовылетов аэропорт на уровне остался 2015 года. Перевезли 84 тысячи пассажиров. Это очень хороший показатель за последние годы. Я имею ввиду годы с советского периода. То есть это очень неплохой показатель. Во времена советского прошлого география полетов аэропорта была несколько шире. Клинчане еще помнят рейс до Омска. Но это в прошлом. Сегодня сохранены основные направления. А в период весенне-осенней распутицы становятся востребованы полеты в поселок Витим. Их сезонно выполняет авиакомпания «Полярная авиалиния». На прежнем уровне держится объем пассажиропотока. Он вырос в последние десятилетия за счет привлечения вахтовиков на месторождение нефтегазовой отрасли. Учитывая реализацию федеральных проектов, количество прилетающих бригад может возрасти. В августе 2016-го впервые на Ленской земле прошло заседание президиума правительства республики, где руководство района вновь обозначило проблему. Необходима реконструкция и взлетно-посадочной полосы, и аэропорта с аэровокзалом. Было поручение Министерству транспорта республики Саха-Якутия и Министерству экономического развития, Министерству экономики нашей республики отработать вопрос с нейтропользователями по включению в федеральную программу развития транспортной инфраструктуры Российской Федерации на 2010-2020 годы, начать реконструкцию аэропорта города Ленска с аэровокзальным комплексом на условиях государства частного партнерства. Только в этом случае на смену нынешней грунтовой придет взлетно-посадочная полоса с твердым покрытием, позволяющая принимать разные типы судов. Это значительно расширит географию полетов и увеличит количество рейсов. Сергей Борисов, Сергей Счастный, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».